Добрый день, добрый вечер, доброе утро! Все зависит от того, в какое время и где вы. Но самое главное, там Иисус Господь. И поскольку Иисус наш Господь, Он отвечает за нашу жизнь. Он наш Господь. Слава Богу! Сегодня с вами пастор Генри Мадава из Кива. Это голос победы. Я хочу с вами говорить об одной тайне. Только никому не говорите эту тайну. Иисус является целителем моей и вашей жизни. По секрету, говорите только своим близким. Вы знаете, что Иисус, Он готов исцелять все, что в нашей жизни нуждается в исцелении? То ли твои мысли, твое тело, твои отношения. Человек, все люди, живущие на земле, они чемпионы по разрушению собственной жизни. Но Иисус наш целитель. Давайте послушаем эту проповедь. И Бог тебя благословит. Сегодняшняя проповедь называется Иисус, целитель моей жизни. Оригинальная Божия воля – это не исцелять нас. Оригинальная Его воля – это чтобы мы не теряли свое здоровье. Но будучи такими, как мы есть, мы часто теряем. И поэтому приходится Ему исцелять нас. Когда строится дом, хозяин планирует, чтобы дом всегда был красивым, не нуждался в ремонте. Но условия, экология, влажность, температурные перепады, много чего. И дом изнашивается, через время приходится ремонтировать. Так и мы, мы нуждаемся в Божьем ремонте. То есть исцеление регулярно. Притом исцеление всей жизни. Книга Исход, 15 глава, 25-26 стих. Библия говорит. Моисеева запил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделала сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться глазом Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел на Египет. Ибо я, Господь, целитель твой, или врач твой. Удивительно, что в этих двух стихах, которые мы читали, первое, что Бог исцелил, это были не люди, а воду. Поэтому Бог исцелает не только тело, Он исцелает воду, Он исцелает бизнес, Он исцелает семью, Он исцелает отношения, Он исцелает работу, Он исцелает страну, Он исцелает экономику, Он исцелает все, в чем мы нуждаемся. Не ограничивайте Бога выселение тела только. Он вообще-то целитель наш во всем. Конечно, в том числе и тело. Исходя из этого местописания, которое мы с вами читали, Бог дает нам условия. У него есть условия, которые он говорит, вот если будут эти условия выполнены в твоей жизни регулярно, то я готов, обещаю тебе, что вот это будет с тобою. То есть ты будешь, это похоже на то, что ты пошел к врачу и спрашиваешь врача, врач, что мне делать, чтобы мои колени и суставы были здоровыми? Врач скажет, ага, надо активный образ жизни, кушать такое питание, чтобы было калций там и что-то, и нужно вот это, и вот это, и воду пить, например, что-то еще. И вот, если вы так будете делать, то ваши колени будут здоровыми на всю жизнь, но если вдруг вы нарушите, они заболеют, вернитесь, мы вас вылечим. Получается, Божий оригинал, это не настолько нас вылечит, а хранит нас здоровыми. Заметите, какие его условия? Первое, он говорит, если мы будем слушаться. Слушаться, это не просто слушать, это слушаться. Это означает, я услышал и делаю согласно тому, что я услышал. Второе, он говорит, если ты будешь делать угодное в очах Господа. Не просто знать, что угодное. Некоторые люди знают все, что Бог хочет, наизусть, но они его не делают. Третье, Библия говорит, не только слушаться, не только делать угодное в предочах Господа, но внимать тому, что он говорит. Слово «внимать» означает смотреть близко, не просто читать. Я знаю, многие люди читают Библию просто как быстро, как будто они принимают душ, забыли. Не, когда мы читаем Слово Божие, Библия говорит «внимать», обращать особое внимание, близко смотреть, размышлять, что бы это значило для меня. Четвертое, написано «и соблюдать заповеди Его». Это означает менять свой образ жизни, чтобы соответствовать Его Слову. Если, например, он открыл «ты свободен от воровства», он ожидает, чтобы ты менял образ жизни, ты перестал воровать. Я новая тварь во Христе Иисусе, он ожидает, чтобы ты менял старый образ жизни. Если ты будешь это делать, вот я сделаю так, что к тебе не придет ничего, что может разрушить твое тело, твою жизнь. И просто защита будет, и здравие сохранится в тебе. Поэтому вот Бог желает, это Его желание, чтобы ты всегда был здоровым. Слава Богу, это меня так радует. Вот, поэтому Библия говорит, 3 Иоанна 1-2. «Возлублене», ну и возлубленное тоже, «молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Заметите, что Бог говорит, что Он желает. Вот, Иоанн, под вдохновение Духа Святого, пишет письмо и говорит, «Возлублене», вот эта церковь, которая была тогда, он говорит, «вот воля Божия о тебе, и я об этой воле молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал, то есть, чтобы ты был здоровым». Второе, написано, чтобы ты преуспевал во всем. «Преуспевать» – это значит иметь успех сверх, преуспевать. Чтобы во всем был успех, даже больше, чем надо. Во всем – это в том числе означает, наверное, в семье, не наверное, а точно, в семье. Много болезнь, если проверить, они начинаются из семьи. Из-за те напряжения, через которые люди постоянно проходят, потом в накопительной основе приходят болезни. И при том, это место описано говорит, что все это в зависимости от состояния твоей души. Чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. То есть, все зависит от преуспевания твоей души. То есть, душа твоя сломана. Скоро твое тело сломано будет, семья будет сломана, дети будут сломаны, бизнес будет сломан. Состояние внутреннее, оно обязательно через время начинает влиять на все, что окружает тебя. Поэтому, получается, важно очень, надо хранить свою душу. Нужно кормить душу свою правильными вещами. Словом Божьим, наилучим методом, чем можно кормить свою душу. Слушать слово, читать слово – это и также полезной информацией и полезными размышлениями. Вот, вопрос возникает, в чем Иисус нас исселяет. Это очень важно. Первое, в чем нас исселяет Иисус, Он исселяет нашу душу и нашу жизнь. Вот мне очень нравится, как Библия говорит, Евангелие от Марка 2 глава 15 стих по 17 стих. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники. Ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он есть с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его. А как это Он есть и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровье имеет нужду во враче, но болнее. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Здесь Иисус сравнивает себя с врачом. Он говорит, «Нездоровье нуждается во враче, а болнее. А я, значит, пришел, и во мне нуждаются грешники». И Он это называет работой духовного врача, который исцеляет грешников. И что интересно, мытари и грешники, они прямо тянулись к Иисусу. Почему? Потому что Он был врачом для их состояния. Когда мы говорим о том, что Иисус исцеляет жизни или приводит грешников к покаянию. Что это значит? Номер один. Это означает, что покаяние от греха. То есть Иисус помогает людям покаяться от греха. Там, где Иисус, там есть шанс на покаяние. Второе. Иисус не только прощает грехи наши. Иисус, Он дает свободу от греха. То есть, среди мытари и фарисеев там всех, был один мытар по имени Захей. Захей, мытар, говорится, что мытар это люди, которые воровали деньги, обкрадывали там, забирали больше, чем их просили, ограбили людей. То есть, это были мафии того времени. Но они были мафией с государственным разрешением. Если там, например, государство хотело 5% налога, он брал там 40%. 35% себе, 5% государству. Вот один из таких мытарей, который попал в жизнь Иисуса, был Захей. Смотрите на перемену, которое произошло с Захеем. Захей встал посреди народа и говорит, Господи, все же смотрят. Что сейчас Захей скажет? Господи, кого я обидел, воздам четверо. Такое публичное покаяние вообще. Но главное, произошло перемена восприятия жизни у Захея. Он не только понял, что обижать людей неправильно. Он говорит, я вас дам четверо. Это такая перемена внутри восприятия Захея. Греш, обиды, воровство, обмана и грабежи были сломаны. В нем настолько, что вместо того, чтобы грабить, он хочет дать свободу. Вот это делает Иисус с нами. Третий уровень исцеления души и жизни. Приводить грешников к покаянию. Это то, что Иисус освобождает от демонов и злых духов, которые привязывают человека ко греху. У дьявола есть целые духи нечистия. Духи воровства, духи изменений, духи обмана, духи колдовства. Духи много-много духов его. Которые иногда они иницируют или же усиливают какой-то грех в жизни какого-то человека. Ваша ответственность остановить этих духов. Но Иисус, когда приходит, Он не только прощает грехов. Он не только силает, убирает грехи с твоей жизни, силу греха. Он хочет разрушить действия бесов и нечистых духов, которые привязывают тебя к определенному греху. Гадаринский человек, Библия говорит, он кричал, на людей нападал, все убегали от него. Он во гневе. Он был таким не потому, что он такой. Он сам не такой был. Его толкал бес. Когда люди бежали от него, это бес его толкал. Он угрожал людей, это бес его толкал. Есть люди, которые, я знаю, в жизни ты с ним разговариваешь, он плачет, помогите мне. Не хочу я это делать. Ушел, налево, направо, повторил. Этот дух работает. Гадаринский человек, Библия говорит, когда Иисус выгнал этого беса из его жизни, вот что у него произошло. Нашли его одети и в своем уме. То есть до этого он был не в своем уме. Он был в уме, которое запрограммировано бесами. Некоторые люди сегодня, у них ум, мышление, душа, эмоции запрограммирование бесами. Вот, одна женщина сказала, когда я обижаюсь, я себя контролировать не могу. Ее эмоции запрограммированы бесами. И бесы, знаете, когда нам нужно ее взять, чтобы она вот это сделала, все, что нам надо, это провоцировать мужу, чтобы он это сделал. Она обидится, и она побежит. И вот, получается, вот эта цепочка у дьявола четко работает. Когда Иисус приходит, он дает мужу иметь, быть в своем мужском уме. Ум мужа. Жене в уме, жене в уме, жени. Человек в уме человека. Бизнесмена в уме, бизнесмена. Заметите, в уме. Многие люди не в своем уме. Как важно, чтобы быть свободным, чтобы ты был в своем уме. Ты был трезвым, чтобы ты видел вещей правильно, как есть. Заметите. Наша жизнь – это дар от Бога. Твоя жизнь – это твой сад, который Бог поручает тебе возделивать, как Он поручал Адаму в самом начале. Храни ее, развивай ее во славу того, кто тебе дал эту жизнь. Если она заболела, эта жизнь, беги к Иисусу, Он вылечит ее. Второе, в чем Иисус нас иссилает? Наши тела. Он иссиляет наше тело. Вот читаем Евангелие от Марка, 5 глава, 25 стих по 34. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потрепела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. И Бог говорила, если хотя к одежде Его прикоснулся, то выздоровел. Вот и тотчас иссяк у ней, источник крови, она ощутила в теле, что иссилена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали Ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и в трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, червь, что значит дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Обращение к Иисусу Христу приносит исцеление. Божье исцеление начинается с решения в сердце. Вообще-то я бы сказал не только Божье исцеление. Все, что делает Бог, нужно наше решение в сердце. Наше решение зависит много от того, что я слышу, о чем я думаю, мои размышления и читаю. Когда женщина приняла решение, что она получит свое чудо, Библия говорит, что эта женщина, первое, что она сделала, она выражала свое решение. Решение всегда выражается чем-то. Как она выражила свое решение? Первое, говорила. Слова являются нашим выражением решения. Второе, что она сделала? Она не только говорила, она действовала согласно ее слов. Наши действия, наши поступки, они говорят громче наших слов. Заметите, что когда мы имеем отношение с Богом, да и с людьми, нужно всегда искать, какое действие веры Бог ждет от меня. И эта женщина получила свое чудо. Смотрите. Сила Божия всегда течет в направлении этой цепочки. Какой цепочки? Решение, которое говорит, действует и получает чудо. Слава Господу, слава Господу. Я всегда так рад. Когда я знаю, что Иисус – целитель моей жизни, я однажды решил, нужно и с другими людьми поделиться. Я хочу им сообщить. Иисус – целитель моей жизни. Он исселил мою жизнь, мои мысли, мое тело. И я удивился. Иисус начал исселять людей. Я вот хочу вам показать сегодня свидетельство о том, как Иисус исселяет людей, потому что Он – целитель нашей жизни. И потом я вернусь и буду молиться за вас, чтобы сегодня Он исселил вашу жизнь. В течение года эта женщина имела три образования на шее, похожие на опухоли. Но во время вашей молитвы за исцеление она поняла, что они полностью исчезли. Как долго у вас были эти опухоли? Где-то больше года. А когда они исчезли? Сейчас. Благодарю тебя, Небесный Отец. Когда девушке было 9 лет, к ее коленам была сделана инъекция, что привело к проблеме с походкой и возникновением боли, из-за чего она не могла нормально ходить без боли. А сейчас она может ходить без боли. Приветствую. Как тебя зовут? Ты не чувствуешь боль? И это было через инъекцию? Когда ей было 9 лет, сделали инъекцию. На что реакция стала трудность ходить. Спасибо, Иисус! Когда Иисус приходит, это особенное время для чудес. Могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери, невозможное становится возможным для тех, кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране – проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к Церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения Христос для всех городов за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестивали Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Прямо здорово, здорово. Почему здорово? Потому что Он дает здоровье. Заметите, что Иисус исцелает жизни человека. Притом я встретил людей, которые не нуждались в исцелении тела. Им нужно было исцеление души. Я помню, однажды разговаривал с одной девушкой. Она живет здесь в Киеве. В Киеве ей было 11 лет. Она пришла на собрание, убежала от мамы, села в автобус, переехала в церковь. Подошла ко мне, говорит, пастор Геннер, вы моя последняя инстанция. Я говорю, что случилось? Она рассказала такие проблемы, через что она прошла в жизни. И не мама, и никто ее не понимал, не могли ей помочь. Ей нужно было исцеление не тела, а ее души, ее эмоции, практически и нервная система. Она разуверилась в людях. И я так рад, что в тот день Бог использовал меня, исцелить ее, не ее тело, а ее душу и эмоции. Он целитель всей нашей жизни. А как это начинается? Она начинается с того, что мы принимаем Иисуса и Он становится нашим Господом. Если вы желаете, я хочу помолиться с вами, чтобы вы приняли Его. И я помолюсь, чтобы Он сделал чудо для вас. Скажите со мной, Отец Небесный, прости все мои грехи, дай мне новую жизнь и войду в мое сердце. Во имя Иисуса Христа. Амин. Теперь я хочу помолиться за тебя. Отец, ты Бог, целитель наш. Ты исцеляешь наши тела, нашу душу, эмоции, работе, бизнес, семьи. Поэтому я прошу, пусть твоя исцеляющая сила сходит, исцеляя, освобождая, принося полноценность во имя Иисуса. Амин. Божьи благословения вам. Поздравляю вас с вашим исцелением. Напишите нам. Будем праздновать вместе с вами. Пусть Бог благословит. И помните, Он ваш целитель всей вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова